И еще о захватывающем зрелище, но очень специфическом. Сегодня у любителей глубокой старины и истинных культурных ценностей знаменательный день. Ровно 130 лет назад рабочие из Золотого Прииска обнаружили бесценный предмет на Шигирском торфянике. Думаю, по названию вы догадались, что речь пойдет о Шигирском идоле. Ученые установили его возраст, это 11 тысяч лет. Сегодня он известен во всем мире. О причинах такой популярности не только. Сейчас будем разговаривать с главным научным сотрудником Свердловского краеведческого музея, Светланой Савченко. Светлана Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. Сразу признаюсь, такой очень дилетантский вопрос. Конечно, 11 тысяч лет, если ничего не напутал, это то, что вычитал. Это, конечно, очень приличный срок. В чем секрет популярности Шигирского идола? Вы знаете, что это самое древнее в мире деревянное культовое скульптуру. Скульптура, сохранившаяся. Ну, не только. Конечно, на нем зафиксирована очень сложная мифологическая картина. То есть на идоле ведь насчитывается, по крайней мере, 8 персонажей изображенных. Так что понятно, что там зафиксированы сложные картины. Как ученые расшифровали? Это какие-то знаки или это какая-то, может быть, система передачи сигналов? Нет, вы знаете, дело в том, что это отдельные фигуры. Это отдельные фигуры. Каждую из фигур венчает личина, то есть лицо. То есть это серия отдельных фигур, которые что-то обозначают. Вот что обозначают фигуры? Это, конечно, сказать достаточно сложно, потому что вы же понимаете, что все предположения – это гипотезы. Это точно мы можем знать, если появится когда-нибудь машина времени, и мы сможем пообщаться с создателями идола. А так, конечно, выдвигаются только какие-то предположения. Например, я считаю, что там представлена фигура, связанная с женским миром и мужским миром, миром растений, миром животных, водным миром, небесным миром. И все это венчает фигура с объемной головой, которая является главенствующей. Может быть, там запечатлена мифологическая картина мира, то есть повествование о том, как произошел мир. Часть изображений, на мой взгляд, связана с татемическими представлениями. То есть это может быть изображение духов-покровителей. Допустим, вот та фигура, которую я олицетворяю с небесным миром, возможно, это изображение ушастой совы или филина. И у нас в более поздних материалах очень часто встречаются люди-филины, люди-совы. Есть у нас, опять-таки, в материалах раннего Железного века фигуры растений, люди-растения. То есть это тоже покровители, это тоже тотемы. Поэтому часть, мне кажется, связана с татемическими представлениями. Ну, то есть исключительно язычество? Или, мне кажется, вы такую более широкую картину сейчас обрисовали, которая в широком, в таком философском смысле позволяет нам какие-то догадки сейчас высказывать? Ну, вы понимаете, мне не очень нравится термин язычество на самом деле, потому что это просто древние какие-то представления, может быть, они, конечно, можно и назвать религиозными отчасти. Может быть, больше вот именно мифология и философия. Возможно, шигирский идол связан со святилищем, которое, например, могло быть связано с обрядами инициации. То есть посвящение подростка во взрослые члены племени. То есть человек, чтобы доказать, что он взрослый, он должен был пройти ряд испытаний. И на лицо такого человека могли, например, наноситься ритуальные шрамы, что известно по этнографии. И, соответственно, вот на лице, кстати говоря, большого шигирского идола поперек щек тоже идут по две параллельные линии. Возможно, это аналоги вот таких каких-то шрамов. То есть видели, что человек прошел испытания. И рот у идола шигирского, кстати говоря, открыт. То есть мне кажется, что это символ трансляции, то есть повествование. То есть может быть он говорит, может быть он поет, но он о чем-то нам рассказывает, повествует. То, что вы интересно рассказываете сейчас, это результат уже исследований, ну и понятно, может быть, работы с какими-то дополнительными документами. Знаете, как я хочу спросить. Вот шигирский идол выставлен на обозрение. У вас наверняка тысячи людей проходят за год, знакомятся, как мы сказали вначале, он известен во всем мире. Но если актуализировать информацию, он вот в настоящее время является объектом исследования. Ну, условно, как в высшей школе говорят, сколько диссертаций уже написано по шигирскому идолу? Ну, вы знаете, диссертаций пока не написано, но работ научных написано, по крайней мере. Наверное, ну, я думаю, что полтора-то десятка, наверное, наберется, а может быть и больше. Ну, и не могу не спросить, коротко, есть в интернете встречаются с таким магическим налетом размышления или суждения по поводу того, ну, потому что все-таки очень специфическое изображение у идола? Безусловно, конечно. Я говорю, что трактовки могут быть различные. Но хотелось бы, конечно, чтобы в своих трактовках люди опирались на реальные факты. Спасибо вам за это, за то, что просветили отчасти за это небольшое время. У нас в гостях была главный научный сотрудник Свердловского краеведческого музея Светлана Савченко. Спасибо. Спасибо.